Медицинский центр «Призма» наш постоянный друг и партнер, а мы продолжаем прямые эфиры на Укрлайф ТВ. За последние несколько месяцев мы получили множество писем от вас с обидой на то, что мы не приглашаем в студию Олега Соскина, экономиста, теперь уже доктора философии и идеологии. Это не наша вина, на самом деле мы его приглашали, просто у Олега Игоревича были другие планы, но сегодня у нас в студии. Олег Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Я прямо вынуждена, чтобы вы в самом начале сказали, куда вы пропали. Нам пишут зрители и говорят, что это мы тут ввели цензуру, а мы же ее не вводили просто. Ну, так сложились обстоятельства, были как бы, видимо, более такие какие-то другие там, как бы спикеры. Время такое было, а я в это время, ну, мне надо было защитить свою новую диссертацию. Я ее защищал в Словакии, в Прешеве, вот, на факультете теологии православной. Я защитил диссертацию, там называется «Православная доктрина в информационной экономике». Ну, и все, получил диплом, все, себе все подтвердил, все, что хотел сделать. Это три года у меня заняло моей жизни. Вот я думал, что это надо. И сейчас еще хочу, уже такая книга у меня уже написана, все это называется, книга называется «Православная экономическая доктрина в информационно-космическом хозяйстве». То есть, в принципе, я себе где-то четыре года назад поставил такую цель, как бы, потому что не существует что-либо фундаментального в рамках христианско-православной ветки, которая бы показывала, как людям, которые занимаются бизнесом, предпринимательской деятельностью, вот им, как им совмещать свою жизнь, простую, да, физическо-материальную, со своими духовными верованиями, со своим служением Богу, вот именно в православном, ортодоксальном сегменте. То есть, это есть в протестантском сегменте, как известно, это Вебер и его подходы, это есть в католическом сегменте, Соломанская школа, социальная доктрина Ватикана, а вот в православном этого нет. Ну и я попытался в силу своих каких-то маленьких возможностей вот это сделать. Вот. И я считаю, что это будет очень интересно, и это как бы продолжение, духовное продолжение моей монографии «Народный капитализм». Вот. То есть, это вот. И плюс, сейчас я как раз был в Греции, был на Афоне в октябре месяце тоже, как раз мы там смотрели, как это происходит, признание православной церкви Украины. Вот. После этого, вы видите, была признана, мы были признаны Элладской церкви, мы были в 13 монастырях из 20, позитивные везде идёт отношение к Украине. И плюс теперь Александрийская церковь, и фактически основная масса монастырей. Афона признаёт православную церковь Украины под Варфоломея Амафором, там служилась в Ксенофонском монастыре литургия, там, кстати, писался и Томас. То есть, на сегодняшний день гора Афон, как сад Девы Марии Богородицы, он практически полностью уже как бы стоит в рамках поддержки православной церкви Украины по домофорам Вселенского патриарха Варфоломея. То есть, вот эти были вещи какие-то. Плюс занимался какими-то ещё своими делами, плюс развитием отношений в высшем образовании Словакии и Украины. Ну, вот как бы так. У нас накопилось к вам столько вопросов, что мы прямо сразу с местного карьера начинаем, Олег Игоревич. Вас практически долго не было в Украине, и новая власть, новые реформы, быстрое голосование за многие иногда противоречивые решения и законопроекты. Вот мне бы очень хотел ваш общий взгляд на то, каким вам со стороны кажется, в чём успешна, в чём неуспешна новая власть, и как бы вы для себя отметили полгода Владимира Зеленского. Ну, есть разочарование. Почему? Потому что, когда как бы формировалась позиция, ну, моя там, других интеллектуалов, специалистов, лидеров общественного мнения о том, кто должен в ближайшие годы быть президентом Украины, соответственно, то исходили из того, кто не должен быть. Исходили из того, что Порошенко не должен быть. Потому что Порошенко — это некрофилия, это смерть, это война. И то, что он так поступил с моряками, и то, что он хотел ввести вместе с Турчиновым, и своей бригадой военное положение, диктатуру, это как бы оно уже немножко подзабылось. Но, в принципе, мы же тогда, помните, в критическом состоянии все находились, потому что военное положение — это, конечно же, было бы, по сути, полная диктатура. Это однозначно. И то, что Порошенко бы продолжал эту линию, это не вызывает сомнения. То, что, с одной стороны, Путин, как бы там ни было, человек абсолютно авторитарный, ну, по сути, диктатор, да, он ориентирован на экспансию, он ориентирован, то есть он не терпит никакого плюрализма, там, каких-то там еще точек зрения, чтобы что-то еще росло вокруг него. Он четко ориентирован на воссоздание империи. С другой стороны, оказывался некрофильный, совершенно тоже уже невменяемый Порошенко. То есть это, по сути, надо было бы понимать, что это была бы тотальная война. Поэтому, конечно же, надо было найти кого-то такого, который бы мог этот процесс остановить, разломать. Как показывает нынешняя практика, что такими могут быть только в условиях хаоса, еще раз подчеркиваю, хаос развивается, и он будет расширяться. Дорогие мои, поэтому не говорите слово «хаос», как бы, что вы пугаетесь, и уже у вас полные штаны. Что, радоваться там, что ли? Конечно, надо радоваться. Это естественное состояние, с которым всем в ближайшие 50 лет придется жить. Потому что хаос является живительным бульоном для развития 5-го, 6-го и зарождающегося сейчас 7-го космического уклада социально-экономического, технико-экономического. Поэтому с этим надо смириться и не нервничать, когда вокруг развивается хаос. Он идет, он будет в разных формах, деструктивных, реструктивных, активных, креативных, некрофильных и так далее, и так далее. В вампирских формах, в любых, в смерти формах, это реальная жизнь. Более того, рушатся вертикальные, централизованные, как бы, выстроенные в жесткой схеме детерминистские так называемые иерархии. Их не будет. То есть диктаторов и государств, построенных по вертикально-иерархическому принципу, не будет. Порошенко, это как раз тот, то есть лавочный базарный барыха, который возомнил, что он именно выстроит вот такую диктаторскую иерархию. И что он, как бы, сцепится вот с этим медведем. То есть, скажем, какой-то там бульдог там или бультерьер кинется и прокусит глотку этому московскому медведю Путину. Ну, это иллюзия, потому что он то может ее будет прокусывать, но погибли бы миллионы украинцев и было бы Украина разрушена. Потому что шодин вот в таком состоянии эффекта находится, ну и другой тем более. Поэтому надо было найти кого. И вот как раз подошел Володя с богемной тусовки. Строится сейчас и преобладает в мире так называемое карнавальное общество. Хлеба и зрелищ. Которые, то есть, сегодня на первый план выходят так называемые перформеры, да? Они строят перформансы, они строят какие-то шоу медийные и так далее. В Украине это 95-й квартал, в России это комедий-клаб и так далее, уральские пельмени. Там есть высшая лига, есть низшая лига, там вот дизель-шоу. То есть, сегодня эти люди, они начинают формировать порядок дня. И они являются ядом и смертью для вот таких, как Путин и Порошенко. Потому что у них нет жизненного креда, у них нет какого-то устоявшегося тренда, каких-то устоявшихся системных, мировоззренческих взглядов. У них нет базальтовой основы. Они все время мутируют, они все время как бы трансформируются, они все время изменяются. Подождите, у меня тут вопрос, как это? Ну ведь, несмотря на все шоу, каждое шоу заканчивается, шторы закрываются и начинается реальная жизнь. Она даже, она заканчивается, может быть, или приостанавливается буквально на время концерта. У них нет, но у людей-то, да? А они уже стали во главе страны. Вот у тех, у кого шоу – это жизнь, они стали во главе страны. И у них шоу не останавливается. И сегодня уже мы видим, что вся страна живет в непрекращаемости шоу. Украина стала участником, активным участником, и весь народ все более остановится, этого шоу, так называемой мыльной оперы. Многосерийной. Которая не останавливается. И каждый день идет новая серия, новая серия. Все. Вот вчера Рахамия рассказал про эту беременную народного депутата. Сегодня ее исключили, еще и Полякова добавили. При этом СБУ уже, Баканов, который был членом этой группы, он уже арестовал этого самого ее мужа гражданского. То есть, а перед этим уже было землю отдать. И этот темный рыцарь выставил, как этот самый Зеленский там поздравляет всех членов и не членов с тем, что они проголосовали и поддержали эту реформу, этот рынок земли. То есть, как бы процесс идет. Вот. В него втянулись уже фракции, уже Тимошенко перешла в оппозицию. Вот. Уже все фракции пережили. Уже переходит в оппозицию к Минским соглашениям еще один певец стадиона, Вакарчук. А может, это не шоу? Может, это жизнь просто такая политическая? Нет. Теперь жизнь, шоу стало жизнью. Богема распространила свое влияние на всю жизнь украинского общества. Теперь осталось перейти к России, когда комедий-клаб и Гарик Харламов, бульдог, он же везде теперь с бульдогом выходит, да? Чтобы они тоже... То есть, там появился богемный президент из комедий-шоу. Ну, вы верите, что в России у вас нужен богемный президент? Извините. А он везде уже нужен. А кто такой Трамп? Теперь мы с нетерпением... А как же, он же тоже. Он организовывал разные конкурсы, шоу там, сам в них участвовал и так далее. Но при этом миллиардер. Ну, и Зеленский будет когда-то миллиардером, если все хорошо у него сложится с Богданом. Вот. То есть, а Коломойский, это же колоссальный элемент шоу. То есть, он уже, он матюкается, он выступает, он выпивает, он говорит, уже хата горит. Все, что хочешь есть уже. Уже хата горит, стало элементом политического бытия. Уже девочек СБУ задержало, которые что-то сказали про Зеленского. И кто-то на них донос написал. Уже есть закон про выкрывачей, доносителей. То есть, уже доносчики стали органической жизнью нашего общества становиться. Стук, стук, стук идет быстрее звука. Но это сталинизм. Ребята, вы что делаете? Это гражданская война, представляешь? Уже будут доносить друг на друга. Говорят, что он нашел, он кушал с любовницей своей, покупал ей там какое-то очень классное, дорогое итальянское, там кьянти или еще какое-то вино. И возил ее, откуда у него деньги. Он в расходах своей декларации не указал это. А мы же это видим. Ты представляешь, что начнется? А они же все так делают на Богдана. Представляешь, сколько можно написать? Он был и в Ницце, он был на Итальянском озере. Жену с четырьмя детьми бросил. Говорит, этот ребенок тебе на Камчатке тоже ничего не будет стоить. И тот, что в Воронеже. То есть мы переместились фактически в фантасмагорию. И поэтому сейчас будут все более востребованы люди с фантасмагорическим взглядом на жизнь и видением и развитием ситуации. Нет, подождите, но кто-то же должен бюджет принимать на всякие случаи. Так принял мальчик. Вместе с этой, как ее там, Маркаровой, которую оставили. Говорит, эти сапоги мы выбрасывать не будем, сапожки. Они нам могут еще пригодиться. Пусть походят тут по вестибюлю Международного валютного фонда. Может, надо там где-то туалет помыть там или кому-то облизать что-то. То есть вдумайся, что они напринимали сегодня. То есть пока идет вот это шоу, да? Там кого-то исключают, кого-то. Ребята, вы же бюджет возьмите и прочитайте, что там напринимали. А что там напринимали, Олег Игоревич? Ну, надо отдать в 2020 году, на сегодняшний день будет больше, где-то порядка 500 миллиардов гривен за тело прошлого долга, за проценты по обслуживанию государственного внутреннего и внешнего долга. И те 93 миллиарда или сколько гривен, которые они дефицит оставили и еще займут денег. То есть порядка, им надо уже будет отдать 500 миллиардов. Это половина доходной части бюджета на 2020 год. Половина. То есть каждая, по сути, каждая вторая гривня будет уходить, должна уходить на выплату государственного совокупного долга. Доходной части. Они говорят, но это не проблема. Вот этот дефицит 93, мы под него выпустим облигации. Тело кредита, там, 340 миллиардов, которые надо отдать, мы закроем тоже новыми облигациями, так? То есть фактически более сильными наркотиками, да? А вот эти, то, что мы обслуживаем долг, там, 100 с чем-то миллиардов, 140 или сколько, там мы их будем обслуживать с доходной части бюджета. То есть это хитрая такая вот эквилибристика для дураков. А чтобы народ как бы не прореагировал на это, мы ему подкинем, там, это самое, там, развод сил на Донбассе, или, там, особый статус Донбасса, или исключение депутатов из фракции, там, понимаешь? Чтобы народ не думал про главное, про деньги. Про частную собственность не думал, понимаешь? То есть, что его шкуры снимают. Не думал про инфляцию, что сегодня цены в кафе, ресторанах в Киеве, они выше, чем, скажем, в чешских городах, в словацких, тем более в греческих. Но там же зарплаты больше в разы, да? Вот, то есть в Украине минимальная, там, зарплата, там, чистая, там, сколько? Там, 110-120 евро, да? Ну, средняя, пусть, там, 350. И то благодаря чиновникам и их зарплатам, там, понимаешь? Надо же всегда, народ, когда слышит, что где-то растет зарплата, он все время должен думать, курица на двоих. Один сожрал курицу, а второй сидел и нюхал косточки, которые от него остались, да? Потом ему даже в туалет нечем было сходить. Тот всю курицу в туалет выкинул, вот. Когда перетравил ее с помощью этих всяких там специальных средств фармакологических. То есть мы с вами живем во время, когда как бы специально делаются такие феерические шоу, карнавалы, чтобы народ не понимал, как его грабят. Вот бюджет, это колоссальный принятый, который они приняли, это фактически карательно, фискальный, экспроприционный документ, по которому закреплено тотальное ограбление украинцев. Никто же не говорит, что на 15 или сколько там, 20 процентов подняли для населения цены на газ. Так вы же говорили, что не будет подниматься. А что ж она поднялась, что там газа уже в этих газосховощах, что уже и Коболев его съесть не может. Куда ж он делся? Зачем вы поднимаете? То есть будет же уже все, транзит заканчивается. До конца года, уже с следующего года договора нет про транзит. Почему никто про это не говорит? Что будет? Куда деньги? Как газовая система будет функционировать? Хранилище? Вообще про это никто не говорит. Что месяцами не выплачивают заработную плату шахтерам там, ни там, ни на западном бассейне, ни на остатках восточного бассейна. То есть в чем проблема? А кто собственник? А товарищ этот самый Ахметов, там, Новинский, кстати, тоже. Это тот, который Московскую церковь поддерживает, и нормально, и все у него хорошо. Вот Дубневича того лишили депутатства, да, типа там, сняли на Датарканец. А что с Новинского не снимают на Датарканец? Тоже можно, что нет сил снять с него на Датарканец. А как он получил украинское гражданство? А что никто не хочет им не заниматься? Боится, значит, Зеленский? Или что? Или он с ними в сговоре? То есть, значит, что? Зеленский в сговоре с основными кланово-олигархическими спрутами. Спрутом Ахметова, Новинского, спрутом Кучмы, Пинчука, спрутом того же Коломойского, неувидаемого, там же, того же Бологи, и его там окружение там поменьше, но все равно спрут, то есть, который как, этот же, получил он как-то этот мандат. Нет уж этой истории, что там произошло на его округе, там же серьезные, идут следственные действия и так далее, но Болога ж депутат. То есть, и так, то есть, все телеканалы находятся под контролем, да, то есть, Фирташ остался здесь, остался тоже клан, то есть, все кланы практически, которые были, они сегодня процветают. А в бюджете что сделали, за счет чего доходы будут получать? Один из самых главных источников, это поступление от подоходного налога граждан Украины. Представляешь? То есть, это уже самый главный источник доходной части бюджета. А второй главный источник, это ПДВ от импортных товаров. Это вдумайся, что означает. Это означает, что страна ориентирована, что здесь ничего национального производства экономики не будет. А что будет? А будет завоз всякого ширпотреба китайского с Китая и прочих в Украину. Это означает, что Украину отдадут китайцам. Ну, кому еще прежде всего отдадут? Китайцам, правильно? Потому что он же с Китаем ведет переговоры. То есть, китайские товары зайдут сюда с ПДВ, и это ПДВ станет типа источником наполнения доходной части бюджета. Вот. Половина которого уйдет на выплату долгов. У нас же дефицит внешней торговли. Дефицит. Покрывался он за счет транзита газа и остальных вещей. А теперь транзита газа не будет. Ну, как не будет? Все равно же надо через что-то будет газ транзитировать в Европу. А у них все нормально. Ну, где у них нормально? Беларусь. Первый поток один. Южный поток. Ну, немножко. Но они будут договариваться. Сколько? 20-30 миллиардов кубов. Но не 100, не 110, не 90, не 120. Понимаешь? То есть, это будет просто как птичка накакала. Понимаешь? Она ясна, что всем не хватит. Кобалев один сколько кушает вместе с своей там верхушкой. Там и Зеленскому не хватит. Я уже про других не говорю. А Кучма скажет, а мне? Я, конечно, привык же уже. Всю жизнь кушаю оттуда. От этого газа. Поэтому же так мне и хорошо, и живу так долго. Понимаешь? То есть, фактически, есть финансово-экономическая, как бы мне ни говорили, катастрофа. Вот я вам, как политэконом, макроэкономизм. Это катастрофа. Мне говорят, Олегович, а курс не падает. Одного встретил хороший парень. Да, курс не падает. Наоборот. Говорит, Олегович, вот сейчас вы вот в этот пять, в остальные несколько лет, у вас были неточные прогнозы. Я говорю, ребята, мои прогнозы точные. Просто можно, как бы, забивать антибиотиками и анаболиками, и этими самыми наркотиками болезнь. То есть, ну, как бы живой еще пациент. Ну, живой. Бегает, бегает. Но вы мне расскажите, как вы погасите уже. Смотри, НАК нефтегаз разместил буквально там неделю назад 500 миллионов евробондов внешних на 7 лет, где-то порядка под 7 с чем-то процентов годовых. То есть, это он должен будет через, ну, за 7 лет отдать к 500 миллионам еще 250. То есть, он даже больше там. То есть, получается где-то 700, почти 780 миллионов евро он должен будет отдать кредиторам. Вопрос, а где он деньги возьмет? Где эта монополия возьмет деньги? Транзита не будет, того не будет. Никто не знает. Может, еще цены, еще цены на газ поднимут. Вот, я вот думаю, ну, как же, есть же потребители, украинцы, вот они же. Ну, уже потреблять некому. Сегодня на одного, на одного рождающегося две смерти. Представляешь? Вот это проблема. Вот это страшная проблема. Десятки тысяч гибнут на дорогах. Каждый день разбиваются в машины и люди, которые, дети там и так далее. Это проблема. Как это здоровые люди разбиваются в пух и прах, фактически в эти самые, в внутренние органы на дорогах, прямо десятками, десятки. Каждый день бац, 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 нету, нету, нету. Плюс война. Каждый день несколько кто раненых, кто убитых, раненые и убитые. Это все здоровые люди погибают. Те, которые должны производить прибавочную стоимость. У нас сегодня сколько пенсионеров? Одиннадцать с половиной миллионов пенсионеров. Ну, говорят, что их скоро не останется. Типа, вот если 50 лет не проработал, так и пенсии нет. А он говорит, так ребята, подождите, я же платил вам все время 22%. Ну, вдумайся, 22% начисления на зарплату. Плюс полтора процента военный налог, плюс 18% они еще забирают в виде подоходного налога. Итого получается там 20, считай, и 22, 44%. Вот. То есть 44% вы забираете у нас. То есть на каждую гривню у бизнеса и у человека в результате забирают практически половину. А как жить? А в Канаде забирают, что только 16%, там до двух или трех тысяч долларов канадских, если у тебя доход там или зарплата. Так чего в Канаде только 16%, а здесь 45% там или сколько процентов? То есть, а у нас же получается, по ком нанес Зеленский удар, его группа? Там какой-то есть гетьманец такой. Ты знал этого гетьманца? Он у тебя хоть раз был? Нет. Но это же не значит, что он известный эксперт. Конечно, известный. Он туалетов сколько стоит, мы пришли, а там чисто. Это же значит, кто-то их убирает. Мы же не знаем, кто их убирает. Понимаешь, эти туалеты, но там чисто. За день насрали, а потом раз, кто-то пришел и убрал. Мы его не знаем, но туалет чистый. Так этого гетьманца тоже никто не знал. А он сегодня практически, Зеленский ему дает карт-бланш, чтобы обложить налогами малый бизнес. И сегодня давят малый бизнес по полной программе. Упрощенцы уничтожаются, ФОПы уничтожаются, вводятся кассовые аппараты, вводятся стукачества, вводятся осведомители, вводится принцип, что если ты настучал, то еще за это ты получаешь 10%. Ребята, вы что, это капитализм у вас? Или государство? Это уже даже не социализм, это уже военный коммунизм. Это уже большевизм. 17-18 год, 20-е столетие. Россия, Российская империя. Коммунистическо-большевистский переворот. Вот Гетман, или как там его фамилия? Гетманцев. Гетманцев. Вот он чистый коммунист-большевик. Он военный большевик. А кто его знал? Да никто не знал. Сколько юристов ходило и ходит. Везде они ходят. То есть, как Жириновский говорил, говорит, мама у меня русская, а папа юрист. Понимаешь? Даже Жириновский когда-то про это говорил. Ленин тоже юристом был. Ни одного дела не выиграл, но юрист. Они все были юристами. Ну, это Джугашвили Сталин только на юриста не учился. Он был в семинаре, потом что-то там у него произошло, от Бога отказался, стал бомбы бросать. Там, полицейских этих, когда банки грабил. Ну, перешел в товарно-денежные отношения. Стал экспропри... Как Карл Маркс писал с Энгельсом в манифесте коммунистической партии. Они ночью его писали. Лига иллюминатов им текст дала. Там выпили, говорят, 20... Больше 20 бутылок бургундского нажрались. У них стали там эти галюники ходить. И они говорят, призрак ходит по Европе, призрак коммунизма, бьет час, всех экспроприаторов экспроприирует. Вот это с Ецманцем точно он с той же пометы. Только надо определить, кто Ленин, кто Энгельс, кто Троцкий, кто Сталин. Понимаешь? Но фактически, может, Арахамия там подрабатывает. Берия тут Арахамия, а то Берия. У них на Я все заканчивается. То есть, ребята, вы что делаете? Вы что делаете? То есть, мы уже имеем шоу «95-й квартал» и «Лигу смеха», и «Женский квартал» мы уже имеем в Верховном Совете. Все? Я только думаю, вот Юлия Владимировна, она какую там, на какую роль идет, понимаешь? То есть, что поразительно. Вот смотри, Вакарчук, он вообще на заседание не ходит. Но ходит иногда. Почему не ходит? Да, говорит, да. Но я просто не смотрю Раду, не могу проковидеть. Нет, но он не ходит. Практически он понимает, что туда ходить нельзя. Потому что ты становишься членом этого сумасшедшего дома. Тогда он зарплату не получит. Там все очень жестко. Да ему не страшно. Прогулял все. Он один раз на стадионе собрал и еще с ними поделится. То есть, у него все в этом плане хорошо. То есть, там нельзя находиться, потому что это сумасшедший дом. Видишь, Разумков не выдержал. Говорит, я пока остаюсь только в Верховном Совете, потому что два сумасшедших дома. Я не выдержу, говорит. Поэтому он и один сумасшедший дом сдал. Вы про партию имеете? Ну, конечно. И там, смотри, какой гений пришел. Он говорит, партия теперь будет не... Он вообще не выговорил слово либертарианство, потому что он не знает, что это такое. А консультацию этого зама Разумовского не взял. Он говорит, мы, говорит, соединим либерализм с социализмом. Представляешь? Это ж гений какой. Теоретик, методолог Йоханый Маканый. Где ж такого найти еще? Это ж можно... Он же... Это ему Нобелевскую сразу надо давать. Сразу надо дать Нобелевскую. А может, у них получится. В голове. Говорит, помнишь, вы говорили, как эти ежики совокупляются? Вот как либерализм, капитализм соединить с социализмом? Ребята, вы что? Да нельзя их соединить. Они не соединяются. В основе социализма лежит государственная собственность. В основе капитализма конкуренция, частная собственность, свобода предпринимательства. А мы все наполовинку. Половинку оттуда, половинку оттуда возьмем. Да. Да. Кстати, вот между прочим, Олег Игоревич, вот вы же сторонник защиты. Я одну фразу добавлю, знаешь. Вот говорит, он живой или мертвый. И так вроде мертвый. Но если мы к нему электрошок применим, бляха, так он вроде как живой. Начинает шевелиться. Вот это то же самое. Олег Игоревич, вот вы защитник частной собственности всегда. Я так понимаю, что вы счастливы от того, что мы проголосовали вот все-таки за открытие рынка. Нет, это у меня не такого счастья, что кто-то за что-то проголосовал. Нет, должен быть рынок земли. Все должно быть товаром. Но я уже про это говорил, что, ну не, то есть все должно постепенно вырастать. Понимаешь, не надо трусить яблоню, когда только появились маленькие завязь плодов. То есть земля должна стать товаром. Но, известная аксиома, труд – отец богатства, земля – мать богатства. Но земли же сельскохозяйственной для всех же не хватает, правильно? Значит, она находится в руках каких-то определенных людей. Ну и госзапас, там, коммунальные земли и так далее. Но, наверное, тогда надо говорить, что есть абсолютная рента. То есть те, которые не владеют землей, но они разрешают другим ей владеть. Они должны что получить за это? Это компенсацию. То есть они, те, кто владеют, должны заплатить абсолютную ренту за то, что они владеют. Это первое. Второе есть – дифференциальная рента один. Это плодородие. Где-то хорошая земля, где-то хуже, где-то ближе к рынкам, где-то дальше. Тот, кто получил землю плодородную, лучше и больше, он должен заплатить местной громаде, краю и всем остальным часть этой дифференциальной ренты один за то, что он ее получил. Потому что это не он ее создал. Это не его заслуга. Так же, как абсолютная. Он просто это взял у нас. А мы ему дали, думая, что он может ее что-то хорошо, эффективно использовать для нашего же блага. Всех блага. И третье есть дифференциальная ренту. Это когда мы передали, а он хороший рачительный хозяин, и он создал на этой земле дополнительный доход. Он ее улучшил, он ее сделал более качественной. Он подвел туда воду, ну и так далее, и так далее. И она стала приносить большей прибавочной стоимости. Вот эта рента его, ему в этом он берет кредиты, вот она ему дифференциальной ренту 2 полностью принадлежит. Но есть много таких сук, которые уничтожают даже землю плодородную с дифференциальной рентой один. Они ее превращают в пустыню. Они сеют масленичные и так далее, то, что уничтожает землю. Они садят ГМУ, они поливают это страшными химическими веществами и так далее, и так далее. То есть они уничтожают не только дифференциальную ренту 2, но они уничтожают дифференциальную ренту 1 и даже абсолютную ренту. Поскольку превращают эти земли в бесплодные земли, в пустыню превращают. Вот те, кто леса вырубают и так далее. Это варвары-убийцы, это каннибалы. Они у нас поедают фактически. Их надо уничтожать. Просто уничтожать. Где сосредоточена наибольшая часть земель? В Латифунде. В так называемых ТНК. Это ж легко. Почему никто не опубликует список? Кому сегодня в управлении находятся сотни тысяч гектаров? Кто ими управляет? Ахметов, Порошенко. Ну вообще кто? Кто ими управляет? Кто взял в аренду? То есть этот закон сам по себе сегодня вредный, преждевременный и ненужный. Кадастр не сделан. Теперь хвосткадастр хотят ликвидировать. Типа будет какая-то другая структура. Система качества земли не сделана. Не отработаны механизмы продажи. Как это? Говорят, электронно будет продаваться. А как это электронно? Что в селах есть айфоны там у кого-то? Да там интернета нет. Даже под Киевом напишет. Я говорю, в поезде едешь, он с уж города в Киев, он ехал, интернета нет. А он говорит, айфон будет. Говорит, у вас есть Ж? Говорит, у нас только М осталось. Помните эта бриллиантовая рука? Говорит, ты ж иди не ошибись, говорит. Там же Ж и М, говорит. Ты ж в М иди, а не в Ж. А тут Ж1, Ж2, Ж3. А Зеленский говорит, да Ж5 у нас будет. Это что, только будет у нас? Как, он в Ж будет ходить, а в М не будет или как? То есть, они даже не понимают, что они творят. Поэтому, я считаю, не надо было это. Более того, они же подорвали гражданское спокойствие в стране. Олег Григорьевич, но если объективно ведь... Сейчас закончу. Вопрос о земле более тяжелый, чем вопрос о НАТО. Вот я хочу вернуться к этому. Потому что мне все равно кажется, представляется, что... Ну вот даже если проголосуют и во втором чтении этот закон, то люди все равно не выйдут. Так я же сказал, это крестьянская война, это вандея. Это война. У людей на руках миллионы оружия. Они землю не отдадут. Сейчас же ролики показывают, да, пришли там какие-то исполнители к человеку за то, что он там отключать ему свет, что-то там он не уплатил. Но он говорит, зайдите ко мне. Они не зашли, так он к ним вышел на площадку лестничную и с автомата одному ногу прострелил. Так тут сейчас у всех автоматы. Агнеметы, гранатометы, автоматы, КПВТ. Представляешь? То есть де-факто страна вооружена. Уже у нас почти будет к концу года, я думаю, до 500 тысяч участников войны на Донбассе. На Восточной войне с Россией. Уже полмиллиона. Плюс их семьи, плюс погибшие, плюс инвалиды, плюс все. То есть это уже миллионы людей. Миллионы людей так или иначе затронула война. Представляешь? Они уже являются ее участниками. То есть вот это жерло огненной войны смерти, оно дышит уже на десятки миллионов людей. Какое разведение войск? Какие переговоры? Ребята, вы о чем? А они взяли да еще, говорят, слушай, а чтоб нам еще как бы нам этот, мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Чтоб нам ешь как-то ананаса, рябчиков, жуй. Час твой последний приходит буржуй, национальный буржуазий. Чтоб нам ее еще как бы уничтожить, средний класс. А ну-ка давай бензина подольем, что землю будем забирать. Сколько? Вот 235 тысяч гектаров можно купить, типа купить, украсть. Понимаешь? Вы что делаете? 235 тысяч, да? Больше, вообще нельзя на первом этапе больше 500, там ну максимум 1000 гектаров, если не плодородные. Опять-таки, в каких местах, сколько вы даете, там где плодородные, там меньше, там больше 500 нельзя давать, там где менее плодородные ты, и давать только тем, кто на них работает. И давать только тем, которые будут и дальше производить продукцию. То есть, непосредственный, только физическим людям надо давать, никаких юридических лиц. Естественно, что никаких западных юридических компаний, никаких иностранных, тем более офшорных бенефициаров. Слово же классное придумали. Выгодополучатели по-нашему. То есть, нельзя было этот закон выносить. Раскололи полностью парламент, раскололи общество. Я же говорю, это вопрос выше, чем вопрос вступления Украины в НАТО. Я это говорю абсолютно квалифицированно и профессионально. Я тем же НАТО, сколько занимался, понимаешь? И все, все равно, страна же не готова в НАТО вступать. То есть, все равно, большинство социумов, ну пусть даже полполам, не хочет идти в НАТО. Так же, как не хотят в Европейский Союз идти. Да может и не будет Европейского Союза, Брексит будет, консерваторы победят, и Великобритания уплывает в свое плавание. Все. Плюс идет же кризис колоссальной Вышеирадской четверки с Макроном. Понимаешь? То есть, это означает только лишь то, что у них вообще неизвестно, что с Европейским Союзом будет. Да и вообще, у них старая социально-экономическая доктрина. У них социалистическая доктрина. А надо давать модель народного капитализма, среднего класса. Их доктрина не ведет к развитию среднего класса. Но у них она строилась сотнями лет, правильно? Там, тысячу лет или сколько выставили. А у нас она когда выставила? А у нас вообще ее нет. Как же вы хотите государственно-коммунистическую систему адаптировать к социалистическому Европейскому Союзу? Тогда вы получите мутанта какого-то, смесь бульдога с носорогом, да? Или, как мы говорим, там, змеи уже полтора метра колючей проволоки. То есть, мозгов нет. Понимаешь, что делают вот эти ребята, которые пришли? А я, помнишь, мы говорили, выборы по Конституции надо проводить. Когда? По Конституции. В октябре, последнее воскресенье. Послушали меня? Так а что бы это поменялось? Как что бы поменялось? Не было бы большинства «Слуги народа». Почему вы так думаете? Рейтинг Владимира Зеленского до сих пор же очень высок. Ну, к октябре он был бы... Вот сейчас, если бы он делал, сегодня, если проводить выборы, то вот этого абсолютного большинства они бы не собрали. Да, было бы, может, было бы их там, например, по партийным спискам, там 80-90 человек. Но не 120. И не было бы уже столько мажоритарных округов у них. Олег Игоревич, а вот как вы видите дальнейшее развитие событий? Вот вы можете написать несколько сценариев? Даже сами представители «Слуги народа», да и Владимир Зеленский неоднократно говорил, вот слова Владимира Зеленского, что он будет менять кабинет министров, если кто не справится. Некоторые представители «Слуги народа» говорили, что вот сразу досрочные выборы. А некоторые говорят, что не только следующая осень, а прямо весной найдут аргумент, почему провести новые выборы в парламент. Вот вы видите какие-то вот подобные сценарии? Или все-таки вам кажется, что как-то по-другому будут развиваться? Ну да, смотри, у нас же парламентско-президентская республика. Ну не знаю, теперь-то уж, наверное, нет. Нет, она парламентско-президентская. Ну так. Она однозначно по конституции. Ну по конституции, да. Вот если брать конституцию, вот эти все, что они насоздавали, антикоррупционный суд, НАБУ, Офис прокуратуры, САП, ГБР и все прочее, это являются закон правыкрывачей, продоносителей, все то, что они принимали, это все антиконституционные законы. Почему? Они нарушают базовые статьи конституции, они суживают права граждан Украины и различных общественных структур. По сути, создав НАСК, они уничтожили право людей объединяться в политические партии. То есть сегодня политическая партия, как общественная организация, она не в состоянии функционировать в результате террора с помощью финансо-экономических инструментов и карательно-полицейской структуры с ними. То есть время политических партий классических у нас прошло. Они даже не понимают, что они наделали. Тогда должны кто-то появиться на смену, должны будут появиться так называемые вольные отряды полевые. Вот что будет. Все к этому идет. То, что мы увидели, как церковь Филарета штурмовала апелляционный суд, и что там было, это только цветочки. Это один из элементов процесса. То, что человек вышел с автоматом и расстреливал вот этих исполнителей, когда ему отрезали свет, это только начало. Это пилотные примеры того, что будет. То есть что эти ребята наделали? Они практически рушат сейчас всю институциональную систему, которая сложилась за 30 лет, как демократически классическая спокойная система. Достаточно плюралистическая, которая учитывала интересы разных групп. Они сейчас законодательную ветку власти превращают в стадо козлов и козлих, и свиней. Которые вообще не понимают, что они делают. Они как этот конвейер поднимают только руки и голосуют. Ты посмотри вообще повестку дня. Я вот смотрел, что у них там идет. Там просто какой-то конвейер. Фактически это осуществляется, строится модель государственного рейдерства и бесправия людей. По всем направлениям. Изъятие собственности, системы преследования, штрафов, системы юридического сопровождения и так далее. То есть человек становится бесправеден перед этой машиной. Чуть что штраф, чуть что в каталажку, чуть что маски-шоу, чуть что арест, тюрьма и так далее. Да тюрем уже не хватит. То есть есть предел. То есть Зеленский очень быстро уничтожает свой депозит. Очень быстро. Поменять правительство он не сможет, потому что это не его дело на сегодняшний день. Как это не его? Премьер-министр, его министр, его все же отслуги. Не его, а слуги народа партии. Но слуга народа партии это Зеленский. Премьер-министр раздает деньги. Ты посмотри как хорошо. Там есть статьи, по которым розданы деньги. В том числе на округах, в том числе громадам. То есть министры и руководители комитетов, они уже под премьер-министром и его аппаратом. Потому что Зеленский денег им дать что? Не может. Потому что деньги идут от Верховного Совета в кабинет министра. Кабинет министра распоряжается деньгами. Зеленский не распоряжается деньгами. Помнишь Гройсман Порошенко? Гройсман как заходил, как мальчик, как овца невинная. А что произошло под конец? Гройсман уже фактически противостоял Порошенко. Уже Порошенко... Да, свою партию делал. Не мог с ним даже уже справиться по многим. Это имея СБУ свое и имея там другие прокуроры и так далее. Поэтому время работает не на Зеленского. Время работает на премьера, на аппарат и на Верховный Совет. И в принципе все идет к тому, что арахами уберут. Все идет к тому, что фракцию должен возглавить человек, который понимает, как ходят деньги, потоки. Не истерик, не какой-то неврастинический молодой человек, небритый и так далее. Это все идет к каким-то совершенно глобальным изменениям. И все идет к тому, у Зеленского аж близится крах с Путиным. Путин сейчас выставил ему новые условия. Ну то, что ты сделал, это хорошо. Помните, как этот хотел дочку получить в сказке царя одного. Говорит, ну это ты хорошо, что ты там этого убил. Теперь поедь другое задание выполни. И он будет теперь Зеленского посылать и посылать выполнять задание. А говорит, ну вот это развели хорошо, но надо по всему теперь фронту разнести. Да, по всему фронту. Да. А вообще этот еще тоже... И, кстати, отказался от личной встречи. Это тоже интересно. Конечно, а зачем ему? Да он ему не нужен. Ему Зеленский... Он же видит, что потом случается с теми, кто с Зеленским личную встречу проводит. Меркель встретилась, ее затрясло, все, потом уже теперь на пенсию надо идти. Олег, жесткая шутка. Смотри, встретил, этот Бултон приехал, сразу после этого ушел в отставку. Натаньяху с женой приехал, только хлеб поцеловали, все, проиграли выборы. Нет правительства в Израиле. Представляешь? Все, грохнулось правительство. Приехал в Борисполь, чем для него? Не ездил, не ездил, был премьером 20 лет. Вы сейчас намекаете на то, что встретился с ним Трамп и начался импичмент Трампа? А у Трампа все, полный катас. Был Трамп, нормально все у него было, все хорошо. Шел на второй термин. На тебе, поговорил с Зеленским по телефону. Все. Трамп не знает, сколько теперь, куда идти и что делать. Представляешь? Вся Америка теперь только этим и занимается. То, что наделал Зеленский. А еще ж не опубликовали первую их размову. Кстати, да, грозился, грозился. Так что, он ее опубликует? Я думаю, Зеленский сейчас звонит и просит на коленях, чтобы Трамп ее не публиковал. Потому что, видно, там он такое наговорил Трампу. А может он ничего не наговорил? А чего ж она не выходит? То есть, я думаю, что вот как, куда он не поедет, сразу что-то начинает происходить. Вот сейчас в Австрию, говорят, должен ехать. В Японию поехал, объявил. Перед этим там что произошло? Сколько людей погибло от цунами? Там страшное дело было перед этой коронацией. Ну ладно, а то вы уже совсем напали на нашу президента. Нет, так все просто вот посмотрят события. Помнишь, это как на Януковича венок прыгнул. Как у этого солдат упал и сын упал у Порошенко. Ну это же то, ну у Зеленского тоже ж упало его удостоверение, которое солдат на подушечке нес. Что ж все про это забыли? Поэтому этим разведением войск закончится, что все упадет. Упало ж удостоверение? Солдат нес на подушечке в Верховном Соле, упало в Верховном Совете. Кто поднял? Депутат. Видимо, у нас будет парламентская республика. Все к этому идет. Это ваш прогноз, Олег Игоревич? Ну это вариант события. Ну давайте прогноз традиционно. Ну прогноз такой, смотри, где деньги лежат? Вот это самое главное. Это всех интересует. Это кардинально. Приехал МВФ. Ну МВФ говорит, да, хорошо, закон про землю вы типа приняли. Ну гражданская война после этого будет, но это не страшно, это ваши проблемы. Нам надо, чтобы вы нам 11 миллиардов отдали, которые вы нам должны. Еще же надо МВФу отдать 11,1 миллиарда. Говорит, хорошо, газ вы подняли, молодцы, поднимайте дальше. Пусть они все сдохнут, чтобы не было газа в домах. Пусть в шубах лежат, у кого есть в валенках. Пусть перестраиваются, смотрят, как чукчи живут. Вот, это молодцы ребята. Деньги работникам, шахтерам не выплачиваете, это тоже хорошо. Обложили налогами бизнесменов, уничтожаете средний класс. Спасибо, расчищаете для транснациональных корпораций тут поле, чтобы они могли зайти. Ну, чтобы быстрее украинцы теперь выезжать будут, нормально. Потому что жить тут все равно же невозможно. Жить или не жить, конечно, лучше жить, но за кордоном. То есть вы программу геноцида, товарищ Зеленский, хорошо выполняете. Но денег мы вам все равно не дадим. Хоть Маркарова нам и пошла там все делает для нас в Вашингтоне, где у нас штаб-квартира. Но, понимаете, чтобы вам деньги дать, надо выполнить еще какие-то раз, два, три, четыре, пять условий. А условий выполнить не могут. Почему? Вот смотри, они написали, что у них ВВП, дефицит бюджета у них на уровне 2% ВВП. 96, где-то 94 миллиарда гривен. Получается, 1% ВВП это 47 миллиардов гривен. Вот это 10% это 470 миллиардов, а 100% это 4 триллиона 700 миллиардов. Но в прошлом году наш, это где-то 170, по какому курсу считать, миллиардов долларов. Но в прошлом году у нас был 130 миллиардов ВВП. То есть они или врут, или неправильно считают. Поэтому надо четко говорить, что дефицит на сегодняшний день, ну то есть деньги, которые надо найти, они превышают, ну они составляют на сегодняшний день, ну я думаю, к февралю они будут составлять где-то 60% от доходной части бюджета. Но еще будет большой вопрос, соберут ли они эту доходную часть бюджета. Потому что там очень есть так называемые рискованные статьи, которые не дадут столько денег, как они планируют. И вот здесь лежит точка бифуркации. То есть одна точка бифуркации, это продажа земли. И этот незаконный закон, его нельзя законом назвать, то есть это ограбление всех людей. Хотя земля должна быть товаром, ее надо продавать, но не так, как они хотят это делать. То есть это преступление, это геноцид. Однозначно забрать у людей землю. То есть сделать их фактически рабами концлагеря имени Зеленского, имени Зекоманды, слуги народа. Но вы же не слуги народа, вы тогда просто карательная команда, зондеркоманда вы, а не Зекоманды, вы зондеркоманда по уничтожению украинской нации. Это раз. Второе, это деньги. Они же занимают деньги, смотри, ОВДП. Она, Маркарова говорит, ой, какие мы молодцы. Мы теперь не под 18 УВДП гривневые размещаем, а под 13,4. Что в мэр даныло, что болячка задавило, что так сдох, что я так сдох. И при 13,5 будет сдыхать чуть дольше, чем при 18. И так сразу сдохнет, а так еще помучается. Еще надо, может, электрошоком надо добавить, или паяльник вставить. То есть, вы что делаете? Понимаешь? И эта Маркарова, типа, вот она, звезда экрана. Уже скоро этих кравиц затмит. Может, Зеленский ее готовит, дублерша, и туда. Понимаешь? То есть, ну, то, что Гончарук этого всего не понимает, это понятно, потому что у него в мыслях только надо самокатом кататься там по этому. Там, может, ролики купил, может, колесо купил еще там. Это же нет предела совершенству, понимаешь? Как передвигаться по Кабмину, блин. Да плюнь его, возьми, закрой здание, раздай его предпринимателям, так же, как на Банковой. Ты же подумай, вот на Банковой, да, судьба всех, кто жил на Банковой. Щербицкий бедный, в конвульсиях умер. Да, Олег Ричнин, он такой грустный штук. Нет, так это же так, нет, я же не придумываю. Вот, поедина Байковая, посмотри, там Плющак стоит могила, и рядом Щербицкого, там, где он плачет. Вот, Щербицкий, после Щербицкого кто? Был Ивашко, его похоронили, типа сбросили его чучело в Днепр, отпели все, умер от рака. Ну не надо, грустная история. Третий был Гуренко, тоже полный крах, вообще там, это, смотри, после Гуренко пришел Кравчук, даже первый срок не дожил, сбросили. Ну, слава Богу, живет, все хорошо. После него Кучма, Украина без Кучмы. После него пришел Ющенко, еле уполз, и то, и лицо потерял, и вообще красавец мужчина был, и где, куда делся, весь на нет сошел. После Ющенко кто? Янукович. Что с Януковичем, вообще теперь его найти никто не может, где он живет. И война... А тут Порошенко хорошо добыл один срок. Ну, добыл один срок, лишь бы второго не было в другом месте, понимаешь? Мечется бедный, не знает, и уже падает у него рейтинг, и так далее. Но на второй же не попал, думал же второй будет, а проиграл с треском. Поэтому Зеленский обещал уехать с этого здания. Он что? Не уехал. А это здание, оно не несет позитивной энергетики, понимаешь? Его строил Берия и другие. Пусть историю почитают, что там в казематах делалось? И где они сидят рядом там с домом химерами? То есть я еще хочу сказать, что все только начинается. Это была эйфория. Вот я думаю, надо ребятам дать срок. Вот, понимаешь? Вот срок прошел, мы уже приближаемся вот к периоду, сколько там, 7 месяцев, да? Когда уже родиться кто-то может. Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь. Не зверюшку там, не игрушку, не что там, жабу какую-то. Вот сейчас все ждем, что родит Зе команда во главе с ее беременным предводителем. То ли они гадюку какую-то родят, то ли еще какое-то репталоида. Что произойдет в ближайшее время? Но, если они так будут действовать, я могу сказать одно, что что-то хорошее, позитивное, что, думаю, должно родиться? Оно должно... А, он еще сказал, что церковь у нас отделена от государства. А если у нас государство отделено от Бога, тогда оно захвачено нечистой силой. То есть, тогда Зеленский, возглавляя государство, им руководит нечистая сила. Ну, так логика. Он правильно сказал. У нас же на самом деле церковь не делена от государства. Если государство, я же тебе говорю, в нем нет Божьего Духа, значит, в нем присутствует другой Дух. Не бывает два кома. То есть, он, я к чему говорю, он шутит с тем, с чем, или не понимает, что он делает. Плюс, есть одна еще проблема в завершении прогноза. Коломойский. Заявление Коломойского, что он готов идти в Россию, его Жириновский туда позвал, означает, что фактически Коломойский бьется в конвульсиях, потому что его жарят на сковородке в Соединенных Штатах Америки. Там против него и Боголюбова, открыли еще там пару людей, открыли очень тяжелое дело по отмыванию денег. Ясно, он сказал, что это вообще может быть самое великое дело по отмыванию денег, по размеру и так далее. То есть, у Коломойского фактически остается только очень маленький квадрат, где он может бегать. Это Украина, ну Израиль, Украина, и он думает, что он может забежать в Сибирскую тайгу. Но ему надо почитать, как закончилась жизнь, например, ну многих, но хотя бы вот эстонского президента первого, перед войной, второй мировой. он умер в казанской закрытой психушке в 53-м, кажется, или в 56-м году, отсидев там 10 или 15 лет. Его семья была полностью уничтожена, хотя он был достаточно для Сталина и всех других лоялян. Вот, ребята, читайте классику, читайте классику, там все уже написано, что было и что будет. Что было с теми гетьманом и с тем попом, которые в 1686 году передали церковь православную Руси киевской, московитам, что с ними стало, когда продали нашу церковь московитам. Читайте, что с кем стало и тогда накладывайте. Сейчас рушится Латинская Америка, смотрите на Аргентину 350 миллиардов госдолга, смотрите на Чили благополучную, смотрите на Боливию, ребята, на Эквадор. Чего же вы не накладываете? Вы что думаете, с вами это не случится? То есть последнее. Если не хотите, чтобы все взорвалось, а начинается время хаоса, с 2020 года начинается фаза депрессии и стагнации, она будет длиться минимум 12-15 лет. Поскольку Украина, как говорится, пробивает все больше дно, там кто-то все время стучит оттуда, понимаешь? Вот. В отличие от других, Австрии там и так далее, то естественно, что у нас будет, то есть мы как бы предрасположены к колоссальному, ну к руине 1666 года. Мы стоим на пороге руины. Ну Зеленский, остановись. Ну песня есть. А паровозик, как там, вагончики летят, да? Ну остановись. Не надо нам в коммунизм лететь. Наш паровоз в коммунизм летит. Не, наш паровоз летит, в коммуния остановка. Подожди, останови паровоз. Там нету остановки. Поэтому, чтобы ничего плохого не случилось, чтобы мы спокойно прошли в Новый год и так далее. Ребята, прекратите ломать дом, который и фундаменты, которые не вами построены. Дайте жить людям. А, последнее еще хочу сказать. Это ж надо было в каком-то состоянии додуматься, что надо ввести стандарты информации и ЗМИ в борьбе с фейками. Слышишь? А что такое фейк? Отходы бывают жидкие, твердые, но они все равно отходы. Произошло событие. Каждый его трактует как он хочет. В этом является индивидуальность жизни. Не трогайте, не лезьте. Вы будете стандарты создавать. Да вы хоть читать научитесь. Ручку научитесь держать. Писать научитесь. Они же все даже бы не смогли высшее образование получить. То есть, ребята, остановитесь. У нас есть два варианта. Или может быть такой, скажем, что может все кончится гайдамаками и кольями? Или можем так тихонечко, тихонечко как-то проползти в 20-й год и там, как говорится, каждый при своем этом самом бокале шампанского и все. Потому что уже вся, вся Европа уже везде готовится, празднует. Уже вот я был в Праге, там в других местах. Ну вообще фантастика. Греция и то уже елки наряжает. Олег Игоревич, можем с вами говорить бесконечно. Мы очень надеемся, что вы будете приезжать в Украину, приходить к нам в студию. Всегда очень рады вас видеть. Спасибо вам огромное за то, что вы у нас были. Еще раз благодарим вас за это. Олег Соскин был у нас в гостях, а вы оставайтесь с нами. Мы продолжаем прямые эфиры на Украине. ЛФТВ и, конечно, наш партнер Медицинский центр Призма. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...